Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Так можно сказать и о Дагестане. Мира вам. Я Ханжан Курбанов. Это моя оптимистическая ремарка. Это знаменитое высказывание отца всех народов Иосифа Сталина вполне применимо к стране горы и народов. Недавно обнародовали данные о самых высоких доходах дагестанцев относительно Северо-Кавказского округа. Денежные доходы среднестатистического дагестанца составляют чуть больше 28 тысяч рублей. Следом в рейтинге доходов идут Северная Осетия, Алания и Чечня с 27 тысячами рублей. Кстати, и зарплата по сравнению с 2022 годом, по информации Дагстат, у нас пошла вверх на 6,2%. А еще ранее сообщили о том, что в 2023 году 7400 жителей Дагестана улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись материнским капиталом. Надо отметить, что дагестанские семьи, по информации РИА Дагестан, преимущественно использовали капитал для погашения ипотеки и первоначального взноса по жилищному кредиту, в то время как остальные решили вложить его в прямую покупку квартир. Напомним, что в 2023 году сумма материнского капитала за первого ребенка составляет 586 946 рублей, а за второго и последующих детей 775 628 рублей. Материнский капитал может быть использован на различные цели, включая ежемесячные выплаты, улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, а также социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество. В этом году материнским капиталом распорядились 7798 дагестанских семей. Средства можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы их обналичивания являются незаконными, заявил исполняющий обязанности и управляющего социальным фондом Дагестана Магомед Исаев. Ну и, конечно, эта новость очень контрастирует с новостями всех последних десятилетий и лет о том, что в Дагестане самые низкие доходы и зарплаты. Помните эти заголовки? Самые низкие зарплаты, самые низкие доходы, самый дотационный регион, самый-самый и все в негативном контексте. И вот тебе на, привалило счастье радоваться или как? И как это прикажете понимать? Действительно, Республика Дагестан является последние годы лидером по показателю среднедушевые денежные доходы населения среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа, стабильно занимая первое место. Более того, за последние 8 лет рейтинг Республики среди других регионов Российской Федерации не опускался ниже 49-го места, а в 2016-17-х годах он был на уровне 27-25 места. Это очень высокая оценка уровня среднедушевых денежных доходов населения, в отличие от показателя среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации, где Дагестан в 2021 году, например, уступает и Ставропольскому краю, и Республике Северной Осетии Алании, и Карачаево-Черкесской республики. Это объясняется тем, что в структуре денежных доходов населения на прочие денежные поступления, включая в себя в том числе теневые доходы, приходилось в Дагестане в разные годы от 50 до 65%, в то время как в среднем по Российской Федерации этот показатель колеблется от 26 до 11%. При этом тренд по стране однозначное снижение этого показателя, а в нашем регионе этот показатель стабилен на уровне не ниже 50%. Так что выводы делать и сами. Ну, какие тут могут быть выводы? Не совсем оптимистические на фоне общего веселья. Теневой аждаха в Дагестане непобедим при всех реляциях и окриках. Да еще дагестанцы все эти годы с начала действий программы МатКапитала довольно шустро ее обналичивали. Объявления об этом где только не размещались, от столбов до подъездов. Таким образом, мягко говоря, предприимчивые дагестанцы предлагали улучшить свое материальное финансовое положение дагестанцам. В сфере МатКапитала было и есть много мошеннических схем. И как гласит Всемирная энциклопедия, в Википедии некоторые схемы реализуются в основном в цыганских общинах, а также в Северокавказском федеральном округе. Используется лазейка в российском законодательстве о том, что если женщина рожала не в роддоме, документы на ребенка в отделении ЗАГСа можно получить на основе свидетельских показаний. Ну посмотрю в окно, что делается, да? Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может где-нибудь высоко в горах. Мать ли, так это... Ну не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки. Полезем в горы. Улучшают дагестанцы свое материальное положение. По-разному. Государство здесь приходит на помощь. Не улыбайтесь, я не имею в виду коррупционные схемы. Мы же все это изжили, не правда ли? И клана у нас нет. А вот различные программы, капиталы, соцконтракты, другое дело. Еще два с половиной года назад республиканское информагентство сообщало, что на сегодняшний день Минтруд соцразвития республики заключило 7652 социальных контракта с жителями региона по четырем направлениям. Поиск работы, открытие собственного дела, преодоление трудной жизненной ситуации, ведение ЛПХ. Отметим, что проект социальный контракт помогал нуждающимся гражданам. А кто у нас не нуждается? Выводил их из бедности. Малоимущие семьи и одинокие граждане получали возможность, так сказать, поправить свое материальное благополучие. Чиновники рапортовали, что 2428 нуждающихся семей республики открыли собственное дело. Швейные ателье, салоны красоты, кондитерские цеха, курьерские службы. А возможность ведения личного подсобного хозяйства получили 1186 человек. Надо сказать, что феномен дагестанского сознания заключается в том, что, используя различные российские механизмы улучшения своего материального финансового положения, а социальные пакеты сейчас неплохие, особенно для мамаш. При этом некоторые горцы и горянки продолжали ненавидеть, не критиковать, а ненавидеть, на чем свет стоит, все российское. Благо, что процент таких не так велик. Социологи сообщают о 2-5% ярых русофобов, которые просто кушать не могут и жить не могут без того, чтобы не пульнуть какашечку в сети или офлайн в адрес своей родины. Исключительно по идеологическим соображениям, которые, однако, им не мешают вдоволь пользоваться государственными механизмами улучшения быта и автомобиль, прикупить и каркас. К обнадеживающей новости о том, что зарплаты здесь выше, чем в других регионах СКФО, приваляется и то, что обозревается визуально. И живут в целом наши люди лучше. Таких роскошных свадеб, кича, материально-бытовой конкуренции надо, чтобы не хуже других. Культа чистоган и материальных привязанностей и финтифлюшек вы не обнаружите во Владикавказе, Нальчике, Грозном, Магасе, Ставрополе. Города в СКФО тихие и даже скучные. Единственная точка, где по-настоящему кипит жизнь – Махачкала. А, если посмотреть динамику доходов за последние 20 лет, именно доходов на душу населения, то республика выгодно отличалась в положительную сторону от других республик Северного Кавказа. Мы даже в общероссийском рейтинге доходов на душу населения находимся в крепких середнячках. Позиция в третьем десятке среди регионов России. Это не эвристическое открытие. Такое сравнение в пользу республики сохраняется за последние два десятилетия. Чем это объяснять? Конечно, рынком, общим количеством населения, регион с населением более трех миллионов человек становится привлекательным для инвесторов. Как для производства, так и для сбыта товаров и услуг. Туда прибавляются доходы от быстрорастущих отраслей, как туризм и транспортно-логистическая сфера. В итоге получается, что региональное ВРП больше, чем совокупное ВРП остальных республик СКФО. Концентрация ресурсов, капитала и рабочих рук обеспечивают свой динамичный позитивный тренд. Что касается второй части сталинского афоризма, сказанного в качестве отзыва на происходящие тогда в стране реформы, стахановский труд и индустриализацию, жить стало веселей. За веселье на данном историческом отрезке в республике отвечает туризм. Туризм в Дагестане стремится догнать и перегнать популярные российские локации. Но вот воистину, страна-город, а еще и страна контрастов. Наряду с моралистами-пуританами, делающими замечания разного характера, стиля и тона приезжим отдыхающим за нетрадиционные для Дагестана формы одежды, приходит и сообщение о том, что горцы проходу не дают милым туристкам. Да так, что им приходится обращаться к имаму мечети, чтобы тот как-то урезонил шибко ретиво джигитов. А кое-где высоко в горах еще и регистрируются факты заражений под забытым уже спидом и венерическими заболеваниями. Благо и эти факты, как говорится, в пределах социологической погрешности. Задача государства и общества и бизнеса не допустить губительных и гибельных крайностей. Хотя Дагестан, да, страна контрастов, что мы постоянно доказываем. То низкими зарплатами, то вдруг неожиданно высокими. То страхом приехать в Дагестан, то страхом не успеть забронировать здесь номера или жилье по выгодным ценам. Но однозначно то, что жить стал на самом-то деле лучше. И это надо признать инфраструктурно, обилие доступных досуговых и прочих возможностей, товаров и услуг. Хотя здесь и есть такая вредная штуковина, которая нервирует госчиновников под названием социальная планка запросов, которая постоянно куда-то стремится ввысь. Так что государству и ее служащим регулярно приходится догонять. А так жить стало лучше, жить стало веселее. С чем я вас, друзья, и поздравляю. Но не забывайте про главное. Оставайтесь с людьми.